Здравствуйте, мои хорошие! Рады приветствовать всех Вас на канале Доктор по соседству в новом 2017 году. Первый зимний месяц ожидаемо принес массу новостей из мира здоровья и медицины, самыми интересными из которых мы спешим сегодня с Вами поделиться. Сегодня в выпуске, ученые обещают существенно замедлить старение с помощью нового метода. Испытания уникальной вакцины против ВИЧ идут полным ходом. Российские ученые совершили прорыв в лечении рака и многое другое. Лекарство времен Первой мировой может стать универсальным средством против стойких инфекций. Антисептик, который применяли еще в начале прошлого века, вновь заинтересовал медиков. По их словам, он может стать важным элементом в борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий и вирусов. Было показано, акрифлавин активирует иммунитет. Он присоединяется к клеточной ДНК, и это вызывает мощный иммунный ответ, поражающий большое количество бактерий и вирусов. Впервые об антисептических свойствах акрифлавина заговорили немцы в 1912 году. Они использовали его местно для обеззараживания ран. Также акрифлавином лечили множество болезней, начиная с гонореи и заканчивая инфекциями мочевыводящей системы. А согласно недавно проведенным исследованиям, обработка клеток легких акрифлавином позволяла защитить их от риновируса. Но ученые уверены, что соединение справится и с более опасными инфекциями. В ближайшем будущем на мир могут обрушиться эпидемии смертельных заболеваний. Сотрудники Университета Эдинбурга выделили 37 инфекционных заболеваний, вызванных вирусами, которые в ближайшем будущем могут спровоцировать масштабную пандемию. Эти вирусы имеют все шансы распространиться по миру. На сегодняшний день они показали способность передаваться среди людей, но глобальной вспышки еще не было. Выделенные вирусы относятся к занозным инфекциям. На текущий момент они преимущественно поражают животных. Однако, если произойдут определенные мутации, вирусы научатся легко распространяться среди людей. Среди вирусов-кандидатов – коронавирусы ближневосточного респираторного синдрома, вирус Эбола и еще ряд вирусов, переносимых москитами. Комментирует профессор Марк Вулхаус. Отслеживание инфекционных заболеваний должно быть приоритетной задачей, так как достаточно минимальных изменений в экологии, чтобы маленькие проблемы превратились в большие. Яркий пример таких проблем – пандемия чумы, убила около 50 миллионов человек в 1350 году, ВИЧ и вируса гриппа H1N1 в 1918 и 2009 году соответственно. Уникальный порошок заменит стандартную донорскую кровь. Университет Вашингтона, возможно, решил проблему хранения донорской крови. Его сотрудники представили искусственную кровь в виде порошка, и хранить ее можно больше года. Ученым удалось создать искусственные красные кровяные клетки. Они хорошо захватывают кислород и разносят его по телу. Что удобно, искусственную кровь можно высушивать и замораживать. Это значительно облегчает задачи хранения и перевозки. Порошок быстро превращается в жидкость при добавлении стерильной воды. Клетки искусственной крови по своему размеру представляют лишь пятую часть обычных кровяных клеток. Их делают из очищенных белков гемоглобина человека, погружаемых в синтетический полимер. Надо сказать, попытки создать искусственную кровь предпринимаются давно, однако положительных результатов не удавалось добиться по ряду причин. К примеру, искусственная кровь нормально захватывала кислород легких, но не могла высвобождать его, попадая в другие органы. У сухой крови подобной проблемы нет. Оргазм помогает зачать ребенка В исследовании ученых из университетского колледжа Корп, продолжавшегося два месяца, приняли участие шесть представительниц прекрасного пола в возрасте от 26 до 52 лет. Участницы сами вызывали у себя оргазмы. В некоторые дни женщин просили достичь оргазма, а в другие они должны были сдерживаться. Женщины пользовались средством, имитирующим сперму. Участницы каждый раз, независимо от того, получили ли они оргазм, вводили себе 5 мл средства – лубриканта на водной основе. Также женщины пользовались специальным устройством, позволявшим оценить оставшееся в организме количество средства. Исследование показало, в организме участниц, испытавших оргазм, оставалась большая часть лубриканта. По словам специалистов, это говорит о том, что оргазм может увеличить вероятность зачатия на 10-15%. Ученые хотят продолжить свои исследования. Российские чиновники хотят упорядочить деятельность народных целителей. Целители смогут получить лицензию на занятия народной медициной по аналогии с традиционными врачами. Сейчас соответствующее положение о лицензировании разрабатывают в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве. Правки в закон должны внести до конца года. Помимо лицензии ожидается внедрение реестра разрешенных народных методов. Более того, целителей планируют допускать к практике только после стажировки под руководством врача. После прохождения стажировки целители обязут сдать соответствующий документ в региональное отделение Минздрава вместе с документом, подтверждающим законность трудовой деятельности, свидетельство о регистрации ИП или трудовой договор. А вот медицинское образование для народных целителей не обязательно. К тому же на сайтах Росздравнадзора и региональных отделений Минздрава появится список всех официальных целителей. Испытания уникальной вакцины против ВИЧ идут полным ходом. ВИЧ остается одним из самых опасных вирусов в истории человечества. В 2015 году вирус поразил 36,7 миллиона человек, включая 1,8 миллиона детей. Но ученые не сидят сложа руки. Западный университет представил первую превентивную вакцину против ВИЧ. На сегодняшний день были проведены испытания с 33-мя добровольцами. Они показали, что у вакцины нет серьезных побочных эффектов, и сейчас ученые готовятся ко второй фазе клинических испытаний. То есть вакцину проверят на большей группе людей без ВИЧ, дабы понять, насколько эффективна вакцина с точки зрения выработки антител против ВИЧ. А результаты будут представлены уже следующей осенью. Вакцина работает, подвергая тело воздействию убитого вируса. Этот подход хорошо работал против ряда опасных заболеваний – полиомиелита, гриппа, гепатита. Но ВИЧ сложнее инактивировать – вирус слишком быстро развивается и обходит все защитные системы организма. Чтобы решить эту проблему, ученые поменяли некоторые гены ВИЧ на генетический материал, взятый у медоносных пчел. Таким образом, вирус стал безопасным для человека. Первая фаза испытаний показала, что вакцина стимулировала нейтрализующие антитела широкого спектра действия. То есть эти антитела могли нейтрализовать разные подтипы ВИЧ. Ученые обещают существенно замедлить старение с помощью нового метода. Сотрудники Института САЛКО поняли, как перепрограммировать клетки, чтобы те перестали стареть. В ходе исследования специалисты частично возвращали клетки кожи в эмбриональное состояние. Мыши, перенесшие процедуру, стали выглядеть моложе. Кроме того, они жили на 30% дольше. Если у людей удастся сделать то же самое, средняя продолжительность жизни увеличится до 108 лет. Ученые провели исследования на мышах с прогирией, болезнью, заставляющей организм очень быстро стареть. Исследователи применили методы перепрограммирования ДНК. Специалисты заметили, что после процедуры грызуны стали выглядеть моложе мышей с прогирией из контрольной группы. Сердце и другие органы у этих животных начали работать лучше. Также мыши жили на 30% дольше до тех пор, пока у них не разбивался рак. Процедура омоложения помогала и тем грызунам, которые не страдали от прогирии. Она способствовала регенерации поджелудочной железы и мышечной ткани. По словам ученых, клинические испытания с участием людей могут начаться уже через 10 лет. Британия легализовала детей с тремя родителями. Технология получения детей от трех родителей была создана и опробована совсем недавно, а Великобритания ее уже поспешила узаконить. Управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению Великобритании официально разрешило клиникам проводить экстракорпоральное оплодотворение при использовании генетического материала трех человек. На самом деле, первый ребенок от трех родителей уже появился на свет в Мексике. Известно, что к врачам обратилась супружеская пара из Иордании. У женщины была мутация, связанная с синдромом Лея, тяжелого нарушения нервной системы. На здоровье женщины это никак не повлияло, а вот на ее детях отразилось. Ранее двое умерли от этого заболевания. Врачи создали пять эмбрионов, но только один из них развивался нормально. В результате имплантации родился здоровый мальчик без признаков синдрома Лея. Федеральное агентство новостей представило рейтинг самых опасных и необъяснимых болезней. На первом месте расположилась геморрагическая лихорадка Марбург. Об этой смертельной болезни известно немного. Переносит вирус-возбудитель обезьяны. Врачи знакомы по сути только с симптомами – обильным кровотечением, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Второе место занял геотаргический энцефалит, чей возбудитель до сих пор не выявлен. Болезнь поражает головной мозг, вызывает галлюцинации, литургический сон и комоподобное состояние. В хронической стадии болезнь напоминает паркинсонизм. А вот бронза досталась синдрому внезапной детской смерти. Этот недуг выливается в неожиданную и необъяснимую смерть детей в возрасте от месяца до года. Смерть наступает от внезапной остановки дыхания. Скрытие не показывает причин летального исхода. До этого ребенок не демонстрирует недомогание, а сама смерть нередко наступает во сне. Врачи до сих пор не знают, что именно вызывает смерть. Но они выделяют ряд факторов риска. Среди них привычка спать с ребенком в одной кровати. Брак с роботами – реальная перспектива для человечества. Глупо отрицать, что будущее тесно связано с развитием роботов и различных роботизированных систем. Доктор Давид Леви считает, что через несколько десятков лет люди начнут жить с роботами, заниматься с ними сексом и даже жениться на них. Это более вероятный сценарий развития событий, чем восстание машин. По словам Леви, первый брак с роботом может состояться раньше наступления 2050 года. То есть границы морали в отношениях человека и машины будут стерты. Леви подчеркивает, роботы становятся все больше похожи на людей, при этом их можно сделать привлекательными. То есть робот – это отличный компаньон, который выказывает сочувствие, гарантирует поддержку, не жалуется, не ревнует. Ему можно доверять. По сути, это идеальная модель супруга, при том люди часто не могут отделять эмоции от дела, что приводит к формированию привязанности. Исходя из этой позиции, человек вполне может влюбиться в робота. Ученые в шаге от создания универсального противоядия. До недавнего времени врачи были лишены эффективного средства, нейтрализующего змеиный яд. Кен Ши из Калифорнийского университета в Дырвине и его коллеги представили наночастицы, впитывающие токсины большинства видов змей. На январь 2017 года запланированы первые опыты с животными. Наночастицы созданы искусственно. Изначально они могли связываться с белковым компонентом пчелиного яда, но ученые стали развивать идею, и список наночастиц пополнился частицами, поглощающими широкий спектр токсичных белков. По сути, это универсальное противоядие. В перспективе о разработке средств против ядов не только змей, но скорпионов и пауков. У разных змей состав яда отличается, что собственно тормозило получение универсальной сыворотки. Однако созданные наночастицы способны связываться с множеством фосфолипаз PLA2, чьи разновидности входят в состав ядов змей и насекомых. Что особенно приятно, технология получения наночастиц гораздо проще и дешевле, чем получение сывороток против ядов. Российские ученые совершили прорыв в лечении рака. Сотрудники Института цитологии и генетики и Института ядерной физики имени Буткера сейчас проводят исследования по разработке метода микропучковой рентгеновской терапии раковых опухолей. Обычно опухоль уничтожают рентгеновским излучением, которое при этом повреждает и здоровые ткани. Итог – тяжелые побочные эффекты. Новосибирские онкологи усовершенствовали метод, разбив поток рентгеновского излучения на несколько десятков тонких струй. Получилось подобие душа. В результате эффективность лечения повышается, а риск повреждений здоровых тканей сокращается. Комментирует член-корреспондент РАН Николай Винокуров. Мы использовали сеточку в маску с диаметром отверстия 0,1 мм. В этом случае достигается оптимальный терапевтический эффект при заданной дозе облучения. В экспериментах по облучению клеточных культур глиому человека было показано, что клетки опухоли погибают, в то время как здоровые ткани получают незначительные повреждения и впоследствии регенерируются, восстанавливаются. Уникальность с подходом и в использовании наночастиц оксида марганца. Они избирательно накапливаются в клетках опухоли и раковые клетки погибают быстрее. В данный момент проходят эксперименты с животными и если они пройдут успешно, ученые готовы приступить к клиническим испытаниям. На сегодня это все. Еще больше новостей всего самого интересного, полезного и даже загадочного, связанного со здоровьем человека и окружающим его мире, можно узнать из наших пабликов ВКонтакте и Одноклассники. Еще раз всех с наступившим новым 2017 годом! Не болейте! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки! Здоровья Вам! Субтитры сделал DimaTorzok